добрый день добрый вечер да ну что скажете как-то сегодня пытался удивить лев да вот ферзь е2 и пытался выйти на борьбу получил позицию хорошую потом без дарса в клубе как говорится последовало и там зря я все-таки ферзь е2 пошел мне кажется я думаю что тут совсем легко играть белыми ну это все правильно тут до 6 такой ход сомнительный ты знаешь вот у нас тут в студии на самом деле я думаю что не тот человек у тебя берет интервью у нас есть эксперт есть по этому варианту мира скрипченко которая открыла свои анализы там показывала какие-то тонкости d4 можно и черный cd не должна бить ну уж не знаю насколько это справедливо есть такие дела то есть вот это должно быть у белых хорошо да то есть есть центр и ну да тут можно по-разному вот я дай день конечно не обязательно мне кажется мне казалось просто разницы нет тут я долго думал принципе о ходе ферзь d2 знаете мне не очень хочется ставить пока коня на c3 потому что так как-то ферзь выходит на а5 как-то ученых коник где-то тут блокирует пешку c6 ее невозможно съесть также не очень хочется пускать c5 думал ферзь d2 самый принципиальный ход и вот тут я как-то не мог совсем понять что-то творится а вот так вот и в 5 играют ну если в 5 не играть то у черных просто неприятная позиция слона d6 ну там как бы я успеваю то что я именно хочу слона поставить туда чтобы он там стоял и царствовал на миссии слона h8 то всегда вот эти коньши 5 вызов 4 прийти и мат поставить ну погрожать а я думаю ферзь d2 думал как-то ну эта позиция думаю поприятнее просто у меня нечего выдумывать вот все-таки объяснию что там после c5 происходит так сказать для широкой дарки если пытаться забрать то есть можно же ход dc есть правом шага вот по правилам dc конь c5 а конь c5 бьется да и только потом ходится только потом ходится ферзь c7 тут принципе да главный вариант такой понять что с на связи врать не хочу главный вариант а конь c3 то солнце 3 строго единственное потому что е6 там конь d5 это очень плохо да так ферзь bc3 конь е4 ферзь c6 но если bc брать то у черных просто порядок ферзь c7 и проблема главная решена ферзя найти стоянку для ферзя чтобы он не попадал под удар ну да 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 ну и в принципе тут у белых уже как-то пассивность какая-то все же понятно что у белых не хуже все еще все-таки темпов пара есть может быть а в конях привести но белые запрямимся невольца так 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 слон f5 g4 ну и тут тут такая мулек такой есть почти у черных похоже выигрывает слон d7 молодец c5 да да еще и пешка у черных да ну потому что и я-то далека то когда я думал я думал так ферзь d4 но теперь е5 конь е5 просто приятнее взял он d7 ладья d7 а слон g4 совсем плохо слон на 6 просто а вот так еще такое включение да ну да потом забираю ну могу даже на е4 взять но это как бы вот это мне казалось да и тут потом замечено было конь c5 ну не знаю может мне стоит как тут мне казалось что тут приятнее просто так наверно ничего нету особо за счет чего повлиять не непонятно да а потом ну и потом я как бы позиция получилась ферзь d3 ферзь d6 ну тут нормальный ход не знаю какой любой не знаю ладья d2 и меня тут как бы пролистнула эта идея 30 минут потратил считал ход е5 и потом с ужасом обнаружил что как обычно в этом турнире мои идеи абсолютно не проходят и конь просто идет на d3 вот мы что-то показывали с альмирой да да мне почему-то касалось у кого-нибудь в 6 там взял слона 8 но это очень интересно то есть я не знаю ее объективную оценку ну то что у белых не хуже это уж точно все-таки пешаки такие проходимцы вот альмира как раз сказала что нужно слона 6 ходить да но вот тут да вот это конечно был зевок очень неприятно я вот смотрел на позицию удручающе я думал как тут надо держаться ладья d2 ну конечно черные могут во-первых пойти f5 во-вторых пойти e4 слона на 3 поставить белые страдают и вот эта пара проходных она вряд ли когда-то куда-то побежит да потому что конь d3 на b2 висит то есть вот такая очень конкретная позиция тут как бы общее соображение что вот принципе слон ничего не атакует пешки должны пройти они никуда не годятся ну и магнус тебя получается амнистировал ходом конь c5 да да мне кажется он думал как бы ему уравнять ну тут наверное мне как может чуть-чуть поприятнее мне казалось совсем пустота а то есть ты оценил даже как что у тебя поприятнее потому что мы честно говоря вот после e5 найдя тот вариант со слона 6 подумали что и там хорошо а тут может он мол еще там на победу играть но потом конечно после конь d5 fc5 как-то прояснилось что на победу видимо не играет никто да 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 там черные должны успевать ну в общем такая партия достаточно унылая может быть аж 3 не надо было уходить не знаю тут d5 a6 принципе а вот это д5 был бы замечательный ход потому что отбрасываешь коня развиваешься но тут как-то он успевает за слоником зайти и начинает слон а4 еще и b5 да и потом либо на а5 либо на б4 ну да со слоном на д1 не очень хочется играть шахматы ну а ученых как-то какая-то игра возникает коня 5 как-то е6 быстро так что до позиция была хорошая но нам нужно ее трактовать конечно лучше а слона получается у тебя нету возможности сохранить да есть я думал что зачем мне его сохранять когда можно его как выгодно избавиться от слона ну да и потом как-то это честно говорят сдалека думал что ферз c2 просто все что он не может ходить c5 уже взял конце 3 там ужасно ужасающая позиция ну там действительно позиция если не слон c3 то конечно ученых просто похоже просто на вид ходов нет ну то есть где-то и 5 при случае да и ну да конь d7 приходит там конь d5 там белый просто наваливается наваливается пляж да 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 ну то есть ты не знаю ну должен ли я тебе это говорить но похоже что вот после сегодняшней ничьей уже нету математического расклада что ты первое место делишь разве что все там просто был очень интригующий турнир да ну вот еще пару туров назад да что абсолютно любой участник мог занять первое место я понимаю что это да это какие-то там может быть доли процента вероятности так далее вот ну по-прежнему я думаю что надо постараться как-то боретесь и вот ты же прекрасно прекрасная память ты наверное помнишь было вообще такое чтобы магнус 8 партий ну скажем не выигрывал мы если мы не берем матч понятно секунду а в норвегии был матч когда это был 100 вангер когда он минус 2 стоял по моему потом у сережи выиграл одну партию и закончил а вот какой-то там где он проиграл хаммеру по моему да да не может быть не этот ну один из 100 вангеров где он не проиграл там рано и страдал весь турнир то есть все таки это не надо подводить к этому какой-то такой бэкграунд что впервые в истории да то есть но бывают такие видимо тоже ну да видите соперники играют бездарно но не получается их обыграть нет я не знаю ты вчера по-моему был занят собственной игрой своей собственной партии вчера магнус развел руками в английской студии сказал на что я еще должен сделать да вот в этой партии с дином а тогда вы вы по подготовке вытащил короля на g5 а потом в какой-то момент включаются люди находятся лучшие ход не на принципе то находить то лучшие ходы не так сложно находить как раз хорошие ходы среди миллиона альтернатив это очень сложно а вот находись единственная хода это по моему самая простая ну уж позволю у тебя спрошу что вчера случилось что-то с дебютом и да я все-то перепутал эта идея есть схожих позициях но она с переводом коня изначально перевод коня h7 f8 он не проходит этой позиции не имеет большого смысла ну такое ошибка чрезмерного знания такое бывает да это появится очень много смотрелся спешка на b7 спешка на b5 и во время партии что-то начал нести бред то есть если бы вот тебе поставить незнакомую какую-то позицию вряд ли бы это была твоя первая идея перевести коня на h7 f8 естественно да ну что ж спасибо с нами был ливон аронян ну я не знаю надеюсь я не приношу так сказать неудачи поэтому я все-таки пожелаю собраться и последних парах паре туров достойно сыграть спасибо да мы уйдем на небольшой перерыв и вернемся продолжим с девятым туром кубка синхода и 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